Начнем выпуск с хороших новостей. Часто сетуете, мол, почему у тебя не бывает позитива? Пожалуйста. Блогер Мария Чистякова, больше известная широкой аудитории под псевдонимом Мари Говори, отстояла свой канал на Ютьюбе. Дело в том, что в сентябре у девушки случились проблемы, ее буквально закидали страйками по авторскому праву. Мария занимается тем, что перепевает известные песни в жанре политической пародии, причем случилось оно и вдруг. Страйки прилетели на ролики, которые были опубликованы сто лет назад, вот не было претензий у правообладателей, а тут раз и появились. Причем одновременно и сразу у нескольких правообладателей претензии-то появились, но это еще не самое интересное. Примечательно, что все это произошло в канун выборов, совпадения. Да, конечно, совпадения. Короче, канал собирались ударить, о чем администрация Ютьюб известила девушку. Забавный фэнфэкт. Женщина, которая вела с нами переписку от лица Первого музыкального издательства и Национального музыкального издательства, предположительно по совместительству работает помощником судьи в суде по интеллектуальным правам. Напишите в комменты, удивлены ли вы. В итоге к делу подключилась и юрист Анастасия Буракова, за что ей огромная благодарность от нас, отмашенных коллег по цеху, потому что юристы очень неохотно ввязываются в войну с Гуглом, там геморроя больше наживешь. Вуаля! Справедливость восторжествовала. Сейчас удаленные ролики восстановлены. Страйки с канала «Мари Говори» отозваны. Едва ли не первые в случае в современной путинской России, в котором Ютьюб дружит с Кремлем, когда автору, за которого не вписался Роскомнадзор, удалось отстоять свою правоту. Рад за Машу. Большая молодец, что не опустила руки, а пошла кусаться. Ну и вам заодно, дорогие мои, яркий пример в качестве ответа на любимый всеми россиянами вопрос, а что мы можем сделать? Вот если не лежать на диване и не жалеть себя, что-то сделать можно, оказывается. Начинаем! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 12 846 человек, количество летальных исходов, в районе 200 заболевших по всей стране. В декабре российские власти пошли в наступление на ковид, дан старт прививочной кампании, вводятся дополнительные ограничения, вот только это никак не спасает ситуацию. Неутешительная статистика растет, посмертности аж втрое. К концу зимы вроде какая-то положительная динамика намечается, вот вы видите на графике на спад пошли тревожные показатели. Как раз в этот период власти нас особо не мордовали, ну разве что сторонникам Навального досталось за массовые протесты по всей стране. А вот и новый скачок, и что удивительно случился, он как раз после того, как Голиковы, Поповы и Бурашки снова начали о нас заботиться. 17 июня вакцинацию объявляют обязательной. Вводятся какие-то доселе невиданные ограничения ужесточения, за отказ от прививки грозят увольнениями. Штрафы за нарушение санэпиднорм выписываются уже пачками. Ситуация в городе развивается драматически, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. По рекомендации Роспотребнадзора Москва и вслед за ней Подмосковье сегодня объявили об обязательной вакцинации работников, занятых в сфере услуг и торговли. До 15 июля первым компонентом должны быть привиты 60% сотрудников. Сегодня, когда привито уже 42 миллиона человек, когда запреты и ограничения приобрели беспрецедентный характер, мы с вами переживаем новый антирекорд по смертности. Вообще на первое место в мире вышли тысяча больных в день умирает. Слушайте, мне одному кажется, что как только российские чинуши бросаются нас спасать и проявляют о нас заботу, случается вселенский звездец. Это реальная журналистика. Кто виноват и что делать? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Еще одна грустная новость, которую я осознал, повторюсь, сужу по вашим комментариям. А народ действительно не понимает, что такое вакцинация. Подавляющее большинство граждан совята верят, что им вводят лекарство в кололии, и ты сразу выздоровел, никакой коронавирус больше не страшен. Нет, господа, это не так. На самом деле прививка, это профилактическая мера, повторюсь, если со всем прямым текстом, это процесс по искусственному заражению. Вас заражаю! Человеку уводят в организм вирус или его компонент. Делается это для того, чтобы в организме начали вырабатываться антитела. Мне не верите. Google, Яндекс.Помощь. Не телевизор слушайте. И не всяких там недоэкспертов в Ютьюбе. Хотя бы Википедию откройте. Кстати, о телевизоре. Телевизация от коронавируса может оказаться неэффективной. По крайней мере, на длительный иммунитет вряд ли стоит рассчитывать. Ученые из Германии, из Великобритании, независимо друг от друга, пришли к выводу, что количество антител к COVID-19 со временем снижается. Через 2-3 месяца после появления симптомов уровень антител может упасть больше, чем в 20 раз, или даже они могут совсем исчезнуть. А это значит, что пациент, переболевший коронавирусом, или привитый человек, могут заразиться повторно. Такой вывод сделает... Шах и мат вам, господа верующие. Чудесное исцеление после укола. Хотя вот сейчас станете смеяться. Предлагаю послушать, что о том же самом говорят пропагандисты из братского Казахстана. Например, внимание. У казахстанцев, которые переболели коронавирусом, количество антител со временем не уменьшается, наоборот, растет. 3000 пациентов сдали повторный тест на COVID и узнали, что в их организме защитных клеток стало в 2 раза больше. И вот кому верить? К тому же, ребят, мы с вами живем в условиях пандемии почти 2 года. Ну неужели антитела за это время у людей не начали вырабатываться естественным образом, хотя бы у какой-то части? Да, вирус мутирует, но и иммунная система наша с вами тоже не в отпуск уехала. Еще один вопрос, на который у меня также нет ответа. Почему до сих пор не создали лекарства от ковида? Вакцину за 3 месяца сделали, причем сразу. Несколько лабораторий по всему миру, а лекарства нет даже через 2 года после начала пандемии. В России скоро появится новое лекарство от коронавируса под названием МИР-19. Планируется, что его зарегистрируют уже летом. Об этом в интервью ведущему программы «Док-Ток» сегодня рассказал руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Пока это будет лечебное средство, которое будет применяться в больницах. Вот. Это ингаляционная форма. А, то есть лекарства уже есть? Тогда почему нас не лечат, а все еще прибегают к профилактике, прививают, локдауны уводят. Что-то пошло не так с тем лекарством? Впрочем, мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Россия – это же страна малограмотных чиновников, которые кроме как нализывать вышестоящему начальству и составлять отчеты, больше ничего не умеют. Им сказали наверху, что-то у нас статистика по короне какая-то нехорошая. Сделайте что-нибудь и чинуши побежали выполнять и даже перевыполнять план по тем же прививкам. Соревнования между собой устроили. Кто раньше, кто больше, без анализов. На пеньках плевать, лишь бы выслужиться перед боссами. Вот только это ни разу не про здоровье. Еще раз обратите внимание. Чем больше ребятишки о нас пекутся, в кавычках, тем хуже становится. Вот, пожалуйста, первое место в мире посмертности. Бьем рекорды по числу заболевших. Нас обогнали только штаты. Но там и население в 2,5 раза больше, а смертность, к слову, в 2 раза ниже даже при таких раскладах. Так что скажете, госпожа Голикова? Издревле на Руси в центре больницы располагался храм. А за каждым лечебным учреждением был закреплен священник. К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас, благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, ведется работа по развитию больничного служения. Я даже не знаю, как это комментировать, но мыслю та. До тех пор, пока нас будут лечить при помощи укола и кадила, а также посредством бесконечных и бестолковых ограничений, после которых мы теряем миллионы соотечественников, об этом тоже рассказывал в предыдущем выпуске, коротко о главном, никуда этот вирус не денется, потому что никто никого не лечит. В этом заключается правда. Надели намордники, загнали в четыре стены дышать пылью, вкололи дозу спутника три. А дальше, куда кривая российской мечты вынесет, вот она нас и выносит. 30 тысяч заболевших в сутки мы сегодня имеем. В месяц это целая тюмень. Тысяча летальных исходов ежедневно. Это можно назвать эффективными мерами топ-менеджеров от здравоохранения и Роспотребнадзора. Ну, очевидно же, все, что эти неумехи предлагают, не работает. А виноваты в происходящем, ну, конечно, антипрививочники. Не Голикова же с поповой мурашкой. Сейчас вот священников еще в каждую клинику посарят. И начнем выздоравливать, как мухи, господи. Когда же это закончится? Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. Кстати, мы теперь есть и в телеге. Ссылка в закрепленном комментарии. Добавляйтесь в друзья-соучастники. Не забывайте предлагать темы. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok